Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофонов Максим Курников и Салават Хамедуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шишире». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы сегодня сделаем немножко такую обобщающую программу о взаимоотношениях этих родов. Для начала я вот что хочу понять. Это термин «род». Когда сами представители родов осознали себя, как несколько родов, когда они начали сами себя так называть. У нас есть понимание этого? Понимание есть. Тут надо тогда немножко сделать отступление, как вся эта структура возникала. Ведь почему мы говорим о башкирах, о башкирском обществе, как о нечто, каком-то таком особенном явлении? Вот современный наш историк Азнобаев, он так и называет башкирской политией. Это любое политическое объединение, начиная от племени, кончая государством, империей и так далее. И здесь уникальность башкирской политии в том, что внутри нее возникла вот такая структура горизонтально интегрированных родов. Сначала, конечно, да, это были какие-то коллективы кровнородственных людей, но потом постепенно-постепенно стали социальными такими единицами, самоуправляющимися, где на демократических основаниях существовали со своей четко очерченной землей, со своими законами и так далее. Общенациональные вопросы решались уже как бы на еине всех башкирских родов, и даже сейчас у большего в литературе используется более такое абстрактное название, используется клан, башкирские кланы. Но дело в том, что поскольку они образовались изначально кровнородственных семей, какого-то энного количества, то многие башкирские кланы все-таки сохранили еще генетическую какую-то однородность. Понимаете, да? Не все, но многие. Допустим, большинство табынцев, там, ИР-1А, мы говорим, бурзианцы, все поголовные Р-1Б, там, гаплогруппы. Тогда я вот что хочу уточнить. Когда мы говорим о решении каких-то общих вопросов, какие процессы предпринимались для того, чтобы решить какой-то общий вопрос, который касался сразу многих родов? И самое главное, какие у нас есть источники знания об этом? Такая вот система башкирской политики, да, горизонтально интегрированных родов, она изначально ее не было, скорее всего. Была все-таки какая-то вертикальная структура, поскольку мы, если берем более древние источники, арабские, да, там, ферсидские, почему-то однозначно говорится, что вот цари башкир, там, Малик, там, и так далее, башкирские правители, или, допустим, Иоганка Венгра, который приехал в 14 веке сюда, в начале 14 века, говорит о государе всей Баскардии, венгерский путешественник. То есть мы видим, что вертикаль все-таки была. Потом ее демонтировали. Мы просто делаем вывод, что ее демонтировали. Видимо, это как раз было следствием централизаторской политики золотародонских ханов. Ну, просто можно предположить, что, допустим, это сделал Хан Узбек, при котором Золотая Орда достигла максимальной централизации, у него была в руках максимально консолидированная власть. Русь была же на таком же положении, как и Башкирия. Там же тоже изначально, сначала своих княжеские роды русские были оставлены, и всегда выбирался один какой-то главный князь, который приезжал в Орду, ему давали ярлык. Вот то же самое было. Но поскольку Русь была гораздо и несравненно более сильной и более многочисленным образованием, там не смогли просто ликвидировать их властную вертикаль. А здесь вот было все это убрано. Но все равно вот этот Улус Джучи, Золотая Орда, поглотить их не смогла. Они все равно и Золотой Орде, а потом и в Нагайскорде составляли вот такое, значит, какое-то инородное такое вкрапление в Улус Джучи. Иноэтничное. И они прекрасно это осознавали. Дело в том, что ведь есть кипчаки, племена там, другие табынцы и так далее, ведь есть и у казахов, и у других. Но почему там эти же башкирские кипчаки, кунграты, те же табынцы, когда входили в состав Нагайской Орды, не слились с этими, с Нагайскими тоже кипчаками, кунгратами и барынами? Нет, почему? Потому что для них вот эта племенная идентичность, она уже имела второе. То есть, она на втором плане была. А самое главное, у них же была уже башкирская идентичность. Поэтому они не сливались с номинально совпадающими названиями казахов, нагайцев и так далее. Возвращаясь все-таки к вопросу решения общих вопросов. Общих, к этому я и подхожу. Возникла вот такая горизонтально интегрированная система. У каждой волосы или рода своя территория. Свой, так скажем, исак, который они платили центральному правительству тогда Ордынскому. И они все были равны, несмотря на большой род или маленький. Ну, конечно, если большой, больше было влияние. И вот есть все указания в источниках XVIII века, XVII, что вот они собираются в определенное время на реке. Вот река называется Чесноковка, вот на Чесноковской горе по-башкирски. Она Берсувань называется. Там стояла так называемая Азиева мечеть, которая была потом разрушена в ходе подавления башкирского восстания 1735-40-х годов. И собирается там, принимает коллегиально какое-то решение. И в этой мечети, вот как в Азиево, как пишут, там целуют Коран. Собираются представители всех родов, верно? Да. Как выбираются представители от родов? Нам понятно это или нет? Вот этого нет, конечно. Вот этого уже точно. Мы не можем сказать, что вот выборщики какие-то каждый волос дают. К сожалению, об этом источников нету, но как пишут там обычно лучшие люди. Лучшие люди, то есть каждый в волосе. А лучшие люди это кто в терминологии XVII века? Знать либо богатые. Я думаю, что собиралось знать. Но это не значит, что, скажем, аристократы собрались и порешали. Дело в том, что сама структура вот этого рода, знать это продолжение рода. Это как у шотландских кланов. Он полностью зависим от своего клана. И клан, значит, один за всех, все за одного. Он никогда не примет решение, которое противоречит интересам его клана. Это он там где-то лучший человек для кого-то, для администрации какой-то. Английской или русской. А здесь он в роду такой же. Он такой же, как и какой-то даже последний пастух. Поэтому там родовая вот такая демократия, такие элементы военной демократии, они вот сохранялись вплоть до XVIII века. И вот как и у шотландцев, собственно. Еще один вопрос, который меня как раз интересует. Если структура общества была не монолитной, а была такой мозаичной, то, соответственно, и общие решения не всегда будут приниматься вместе. Особенно в вопросах культуры, религии и так далее. Как сюда приходит Ислам? Насколько он мозаично принимается всеми родами? Есть у нас понимание этого или нет? Ислам пришел ведь в Башкирию до того, как сложилась горизонтальная система. Даже? Иоганка венгра, я вам приводил. Он уже фиксирует. Да, да, он уже фиксирует. Он же пришел с какой целью? Обратить Башкир, как он считал родственников их венгров, он решил спасти их от адских мук, обратить в католичество, обратить в истинную религию. Он же с паразиалитическими целями пришел в Башкирию. Я, говорит, нашел государя всей Баскарде совершенно зараженным сарацинским заблуждением. И там, говорит, при нем уже были сарацинские ученые и так далее, которым я начал доказывать, что их закон весь лживый, ложный, и за это они на меня разозлились, заковали в кандалы и посадили в тюрьму. Вот. И он там сидел, и его только вызволили ханские баскаки, которые были христианами, то есть монголы, которые были христианами-нестрианами, и сочувствовали христианам, потому что татары, как он пишет, ну, татары монголы имеют в виду. Татары ненавидят сарацинов, но любят христиан. Это же до реформы было исламизации, введение ислама в государственной религии, золотой орды, которую сделал Хан Узбек. Он приехал до этого. Потом, уже чуть позднее, Хан Узбек начал огнем и мечом ислам внедрять, и всю монгольскую знать, которую не хотел ислам принимать, придерживал шаманизма и ленистрианства, он всех вырезал. А Иоганка Венгрия приехал до этого и говорит, вот, все, говорят, здесь уже будут сарацины. В то время, когда существовала вертикаль власти. Понимаете? Вот какая ситуация. Ещё один вопрос. Я как-то его в одной из программ задавал, но давайте чуть подробнее об этом поговорим. Насколько язык отличался у разных родов, или, наоборот, он был един? Нет, мы не можем сказать, что он был един. Естественно, у всех был тюркский язык, но просто там какая-то была, видимо, диалектные какие-то особенности. Если мы сейчас видим диалектные особенности, почему тогда, наверное, тем более это было так. Ну, кто тогда фиксировал? Никто же тогда не фиксировал, каков язык был. Мы просто можем сказать, что вот, ну, может быть, какие-то небольшие фонетические отличия, но язык был. И, допустим, на севере Башкирии или там на западе Башкирии говорили примерно так же, как и на востоке. Вот я одно могу сказать, потому что остались топонимы, остались названия рек, по которым мы можем говорить об этом. Без оценок, насколько это хорошо или плохо, потому что мы всё-таки в другой эпохе. И давать оценку прошлому, исходя из сегодняшних, даже самых светлых убеждений, не стоит. Конечно. Но насколько царская администрация умела пользоваться противоречиями внутри башкирских родов? Насколько она использовала это или не использовала как элемент управления? Нет, таких данных у меня нет, чтобы там какие-то противоречия, во-первых... Ну, стравливали, я не знаю. Нет, 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 этого не было. Дело в том, что общество было достаточно монолитное. Вот я могу это точно. Вот если принимали решение, то есть, общенационального характера, например, решение о восстании, вот было поголовно, только вот какие-то вот эти расхождения... Нет, но вы же сами говорили, что часть башкир сражалась на стороне. Да. Так в каком восстании я говорил? До Оренбургской экспедиции. К моменту Оренбургской экспедиции обнаружилось вот это разделение. Вот восстание 1735-го, 1740-го годов. Вот до этого момента. До этого как-то всё было единогласно и поголовно. Политика царского правительства была немножко другая. Она, кстати, там говорят, употребляет такое название, там и русский колониализм. Немножко некорректно. Наоборот, до Петра I политика царского правительства, она была очень толерантной. Живут себе и живут. Это вот с Петра, если башкиры жаловались, значит, вот там наши какие-то вотчинные права утесняются. Сразу они же имели право непосредственно обращения, поскольку, повторяюсь, подданство башкир не было безусловным. Оно было как бы договорным. То есть, при каждом новом царе башкиры ехали и присягали каждому новому царю. Понимаете, да? То есть, персональным было. Вот мы присягнули Алексею Михайловичу, всё, он наш царь. Он умер, допустим. Всё, надо заново присягать. Мы же присягали только этому царю. Это не была присяга русскому государству, а присяга царю, лично царю. Пётр решил вот эту ерунду, как он считал, поменять. Он сказал, нет, будьте подданными и так далее. И начал вот эту губернскую так называемую реформу. И всю башкирию, а тогда башкирия вся входила в Уфимский уезд, а Уфимский уезд самый огромный уезд вообще во всей России, поскольку, я же говорю, он начинался от реки Табола и кончался до низовья яйка. И вот этот Уфимский уезд был включён в Казанскую губернию. И вот восстание началось 1704-1711 годов. Именно из-за губернской реформы. Мало кто это понимает. Губернская реформа. И восстание кончилось удачно для башкир. То есть, они победили. Башкирию вывели из Казанской губернии. Были подчинены непосредственно Сенату. Вот такое было компромиссное решение. До создания Оренбургской губернии. До создания Оренбургской губернии. Вот это какой-то период сенатского подчинения прошёл. Потом началась Оренбургская экспедиция. Кстати, они ничего, видите, Кириллов не хотел ничего менять. И правительство ничего не хотело менять. А башкиры просто сами восстали. А уже, значит, поскольку вот этот план похода в Индию сорвался, и тут вся Оренбургская экспедиция, вот эта военная машина повернулась против башкиров. И тут уже решили, как бы, давайте уж раз так, и до конца этот вопрос решим. Мы не можем знать, как на самом деле, в том смысле, какие замыслы у них были на самом деле. Они могли декларировать... Нет-нет, по документам чётко известно, всё понятно, там Игорячков об этом писал. Был поход, хотели в Индию, а пришлось... Ну да, я просто напомню, что в Оренбургской экспедиции большая часть это люди, которые были кораблестроителями. В общем, погибли все в самый первый поход, как раз встретившись с восставшими. Потому что думали, что Тамаральское море где-то рядом, и по нему они там поплывут куда-нибудь. И вот после подавления восстаний 35-40-х годов уже было радикально изменено отношение центра и Башкирии. Потому что это было первое восстание, которое потерпело поражение, оно было в пух и в прах разбито. И недаром американский историк Альтон Данелли, у него есть работа, Russian Conquest of Bашкирии, русское завоевание Башкирии. Он считает, что процесс покорения Башкирии длился 1552 год от падения Казани и до 1740 года подавления этого восстания. Вот он так и пишет. В американской историографии это господствующее мнение. Насколько администрация новая, особенно если мы говорим уже о второй половине XVIII века, о начале XIX века, насколько Российская империя учитывала родовое деление? Насколько те границы уездов, которые были прочерчены, совпадали с родовыми границами? Или они игнорировались? Нет, уезды, они не то, что игнорировались. Вот смотрите как. Сначала вся Башкирия была в составе Уфимского уезда, потом она была преобразована в Уфимскую провинцию. Потом, когда возникло, после вот этого подавления восстания 35-40-х годов, возникла Исетская провинция, нынешняя Челябинская область. И вот здесь уже всё. А ведь значительная часть Башкирии осталась в Исетской провинции, и там волоси остались, башкирские волоси. Насколько эти волоси, их границы совпадали с родами? Нет, они не совпадали. Но там был другой момент, был сделан. Их стереториальность башкирского общества, несмотря где бы они ходились, они подчинялись Уфимской администрации. То есть, властям Исетской провинции подчинялись только местные крестьяне, которые были туда привезены, и заводские рабочие. Казаки даже не подчинялись, они войсковому управлению в Оренбурге подчинялись. И Оренбургскому губернатору, который для этих целей был назначен как раз атаманом. Да, да, да. А и башкирские волоси, и Исетская провинция тоже Исетским властям не подчинялись. Уфимскому воеводе подчинялись. И, соответственно, Исетские власти не могли вторгаться в их вочины. В общем, об этом можно говорить, конечно, еще долго. Мы еще будем возвращаться к таким общим вопросам, не только о конкретных родах говорить. Я напомню, у микрофонов были Максим Курников и руководитель автономной некоммерческой организации ЖЖРЕ Салават Хамедуллин. До свидания.